Здравый смысл. Ирина, что такое самотипология? Является ли это ветвью психологии? Ну, давайте начнем сначала с определения. Что такое самотипология? Это наука, которая изучает влияние гормонов на внешнее строение тела и поведение человека. То есть, по сути, по тому коктейлю, скажем так, гормонов, которые преобладают в нашем теле, мы как-то себя особенным образом ведем, да? Да, все верно. Это авторская методика российского ученого, врача-хирурга-эндокринолога, эксперта федеральных каналов, преподавателя МГТУ имени Баумана, спикера Сколкова и автора книги Константина Шадрина. Более 15 лет он проводил исследования, по крупицам собирал информацию, что может сказать о человеке его внешний вид. И теперь эта информация доступна для всех. А как давно это направление, в общем-то, известно, изучается, и, я так понимаю, что выпускает уже там не один поток специалистов? Я думаю, что с конца 2018 года. Как на нас влияют гормоны? То есть, преобладание того или иного гормона в организме человека, о чем может сказать? Вы наверняка замечали, что всех людей можно разделить по каким-то особенностям. Есть люди от природы тучные, и сколько бы они ни старались ограничивать себя в еде, вес уходит крайне неохотно. Или наоборот, есть люди худощавые, которые могут принимать пищу в неограниченном количестве, а пополнять у них не получается. Или еще, наверное, обращали внимание, что есть люди медлительные, а есть шустрые или даже суетливые. Так вот, все дело в гормонах. У каждого из нас есть ведущий гормон или группа гормонов, которые закладываются при зачатии и неизменны на протяжении всей жизни. Эти ведущие гормоны определяют тип нейроэндокринной системы, то есть сомотип. Эти гормоны влияют на наше телосложение, поведение, характер и здоровье. Слушайте, интересно получается, что определенная внешность, глядя на определенную внешность человека, вы можете рассказать о его каких-то сильных, слабых сторонах, правильно? Да, все верно. А как это может помочь в обычной жизни, вообще самотипология, знание своего самотипа, что это может дать? Ну, есть такие люди, например, которые ходят на работу как на каторгу. И вот мы, самотипологи, можем помочь изменить его вектор, направить в нужное русло. То есть для профориентации, скажем так, это будет полезно, да? Ну, в том числе, да. А для выстраивания отношений с окружающими, например, семья, коллектив? Да, это тоже самотипология, да, она поможет и в отношении с детьми, как правильно их выстраивать, и в том числе с коллегами, с начальником. То есть... А вот, ну, расскажите, например, там, тучные люди, какой примерно самотип и что это говорит о человеке? Ну, вот смотрите, есть окситоциновый самотип. Значит, три таких ярких, очевидных фактора маркера. Это большая голова, большая грудная клетка и отложение жира по мужскому типу. Будь то женщина или мужчина, неважно. Так вот, это окситоциновый самотип. А его плюсы-минусы, скажем так, где ему удобнее всего работать, как общаться? С окситоциновым, они такие, я бы сказала, скрытные лидеры. Ирина, а можете ли какие-то примеры самотипов привести, чтобы мы вот сейчас поняли, что это значит, что это такое? Да, есть, существует семь самотипов. Это адреналиновый. Это когда преобладает адреналин, правильно? Это когда преобладает адреналин, да. Это, например, Владимир Владимирович Путин. Значит, есть самототропный. Это гормон роста. Это все высокие люди. Вот Кристина Арбакай, это, например, яркий представитель самототропного самотипа. МСГ. Значит, у таких людей преобладает меланоцит, стимулирующий гормон. То есть он отвечает за хорошее настроение, за позитив. Поэтому это люди всегда... Это звезда по имени Солнце. Такие жизнерадостные люди. Все, да, жизнерадостные, активные, позитивные. Вот. Значит, следующий, тиреоидный. У этих самотипов преобладание... Ну, щитовидная железа вырабатывает гормон тиреоид. Это тиреоид, кажется, как-то так. Ну, в общем, это люди такие шустрые. Это Лея Хиджакова, это Павел Воля. Вот такие яркие представители. Они худощавые, да? Да, худощавые, то есть такие люди без возраста. Так, окситоциновый самотип. Это, значит, у них главный гормон. Это окситоцин и тестостерон. У них такие приятные низкие мужские голоса, если это мужчина. Они такие крупные. Ну, это в основном... Большая часть политиков такие бизнесмены, политики. Вот. Потому что их девиз самый умный и самый красивый. Вот. Это про них. То есть у них хорошая самооценка, правильно? Да. Да, да. Ну, опять же, все зависит от типа личности. Потому что, ну, если обращаться к психологии, то очень часто бывает, что личность не принимает сущность. А что такое сущность? Сущность – это как раз вот сомотипология. Это тот набор, скажем так, гормонов, да, который нам с рождения уже закладывается. Да, да, да. Я говорила уже, что гормон закладывается при зачатии и не изменяется на протяжении жизни. То есть сомотип не меняется на протяжении всей жизни. То есть мы, получается, можем ошибиться, когда мы выбираем не ту профессию, не тех людей рядом, да? Если мы, например, не понимаем, не слышим свою сущность. Да, да, все верно. А что тогда происходит после того, как человек узнает о своем сомотипе? Он меняет, получается, жизнь? Да, меняется его жизнь. А как вы к этому пришли? Вот почему вы захотели приобрести эту профессию? Почему вы решили это изучать? Познакомилась с сомотипологом и повела туда ребенка на консультацию. То есть мне важно было понять, правильно ли мы выбрали с ним, правильно ли выбрали путь, тем ли видом спорта мы занимаемся. Все-таки хоккей это очень энергозатратный вид спорта, поэтому я поняла, подумала вдруг, может быть, еще не поздно переквалифицироваться. И оказалось так, что, собственно, мы на верном пути только нужно из нападающего перейти в защитники. Тогда у нас карьера сложится еще лучше. И эти изменения произошли, то есть сейчас он в защитниках, и у него получается это гораздо лучше. Да, все верно. И поэтому я увидела, что это действительно работает, но я вообще не скептик. То есть я принимаю новую для себя информацию всегда с таким, ну, с открытым сердцем, с, так скажем, и, ну, начала просто присматриваться. Начала присматриваться и поняла, что действительно, да, даже когда он учит уроки, она мне рассказала, что не обращая внимания, если он будет у тебя, например, там откладывать на завтра или там на вечер с утра. Вот, и как раз я начала присматриваться и прислушиваться, и действительно это все работает. И решили, получается, уже сами для себя эти знания получить? Да, да, да. Я решила сначала выучиться для себя, чтобы понять саму себя. Вот, потому что это уже и с работой не складывалось, и что-то, что-то чувствовала, что что-то во мне не то, что-то не так. И вот. Вот. Как изменилась жизнь с приходом вот этих знаний, когда вы начали это все, ну, внедрять в свою жизнь? Ой, ну, на самом деле, я наконец-то познакомилась сама с собой, как бы это смешно ни звучало. Ну, это путь длиной в жизнь, на самом деле, знакомство с собой. Да, и сейчас мне просто легче выстраивать отношения. Я понимаю себя, я понимаю других людей, почему они так себя ведут. Определили свой самотип? Да, конечно. А кто вы? Я инсулиновый. Это, напомните... Ой, мы про инсулиновый не сказали. Не проговорили. Кто такие инсулиновые? Они, знаете, они такие за гармонию. Это как кот Леопольд. То есть спокойные люди в балансе, да, такие, не спешат? Нет, не спешат, это мелатониновые. Они такие, знаете, вот как Рената Литвинова. Такие немножко космические люди. Они живут в своем каком-то мире, в придуманном зачастую. Но так или иначе, вот такой самотип тоже есть. А инсулиновый в чем его особенность? А инсулин это, ну, как бы замир во всем мире. Очень... Ну, конечно, у каждого самотипа есть положительные, отрицательные стороны. И сейчас я стараюсь прокачивать свои отрицательные стороны. Я с ними согласна абсолютно. Вот, поэтому... Ну, это, так скажу, что это такой самый хороший самотип из всех. То есть, ну, такой баланс, да, во всем. У остальных больше перегибов каких-то, да? То есть, получается, какие-то крайности? Ну, да, вот адреналиновые люди, это такие люди-вспышки. Люди, ну, агрессоры, да? Импульсивные. Импульсивные, да. Ну, быстро отходят. То есть, вот я, например, знаю, что это человек адреналин, и когда он в состоянии гнева, я, ну, отхожу. Даю возможность успокоиться. И поэтому... Ну, это позволяет, наверное, каких-то конфликтов, да, избегать, чтобы они не происходили. Вообще самотипология, это... Хоть она и молодая, но действительно это такая очень интересная. И, ну, в общем, нужно знать её людям. И поэтому вот мне бы хотелось, конечно, донести до людей, что нужно... Не важно, сколько тебе лет. Не важно абсолютно. Лучше, чем раньше, тем лучше, конечно, соответственно. Но вот я считаю, что каждый человек должен знать о себе. Для познания себя, для правильного выбора пути, да? И когда, например... Особенно знаете, кому это подойдёт? Особенно школьникам, которые заканчивают. И зачастую идут не туда. И вот теряется это время, пять лет. Согласна. Даже не пять лет тут начинают работать, профессия не получается долгое время. Ну, да, 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 да. Что вам нужно, чтобы понять, какой у человека самотип? Человек предварительно присылает анкету, рассказывает о себе. И на консультации мы с ним определяем четыре параметра. Это самотип, это подсознательная ценность, что тоже формируется при зачатии и не меняется в течение жизни. Его силу, а сила как раз меняется. Её можно менять под задачу. Можно её прокачивать, да? И уровень развития. То есть у нас уровень развития идёт по практическому интеллекту или по эмоциональному. То есть это тоже вот на консультации определяется. И даются рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы перейти на новый уровень. На новый уровень развития, да, который будет приносить, и, соответственно, если это касается работы, то это будет приносить больше денег. Вот. Это интересно. Это получается тот инструмент, который позволяет развивать себя и добиваться больших результатов. Правильно я поняла? Да, да, всё верно. Вот вы рассказали такое интересное понятие подсознательная ценность. Это что? Это интеллект, это деньги, карьера, честь и ещё подсознательная ценность труд. То есть вот если у человека подсознательная ценность и интеллект, ему нельзя работать по найму, ни при каких вообще условиях. его миссия, он должен учить, он должен обучать именно не быть педагогом, а быть учителем, проводником. Вот. Соответственно, у кого подсознательная ценность, деньги, это, ну, таким людям легко будет выстроить бизнес. Или он сможет работать под процент. То есть всё, что связано с продажами, да, всё и так далее. Существует пять сил в мире. Это власть, деньги, контакты, идея и привлекательность. Вот. И по телосложению тоже можно определить. Какая сила, да, у человека? Какая сила у человека, и какую, да, и что нужно, чтобы заполучить все эти пять сил. То есть есть какая-то, условно говоря, ведущая сила, да, которую он там лучше всего, на которой будет он, условно говоря, ехать, да, и развиваться. И вот параллельнее вот ещё четыре, которые можно развивать в себе, да. Вот. А что представляют собой рекомендации? То есть вы там, условно, набор специальностей, да, там, профессий, да, представляете? Каких-то, может быть, вот что? Что рекомендуете? Ну, вообще я, значит, посылаю на электронную почту, если это онлайн-консультация, или даю заключение на 20 листах, на которых прописывают, прописывают всё абсолютно шаги, какие нужно сделать для того, чтобы, допустим, перейти на другой уровень, как прокачать силу, что вообще нужно сделать, чтобы начать действовать? Я благодарю за разговор Ирину Жуковскую. Ирина – это специалист по самотипологии, практикующий самотиполог, член Российской ассоциации самотипологов. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Здравый смысл.